Кабины площадью в 4 квадратных метра с монитором и компьютером. Именно такие варианты предлагают японские кибер-кафе. Большинство посетителей остаются там всего на пару часов, однако тысячи живут на постоянной основе. У Мэнбу в Токио появились свои постоянные жильцы, и для многих Мэнбу стала домом, несмотря на то, что им приходится спать на полу. Потерянные в Мэнбу Масата, 39 лет. Работает вебмастером. Живет и работает в Мэнбу уже 2 года. Жить здесь, конечно, не идеально. Эта комната не полностью ограждена, и стены не доходят до самого потолка. Поэтому я слышу, как люди разговаривают и иногда даже храпят. До этого я снимал квартиру в аренду, но тогда многие вещи сильно беспокоили меня. Например, я с соседями не ладил, поэтому чаще всего я предпочитал не возвращаться домой. Мне не нравится быть связанным. Я не хочу быть привязанным лишь к одному месту, поэтому сейчас я хожу туда, куда хочу, обладая абсолютно полной свободой. Здесь меня никто не беспокоит. Сюда люди приходят, чтобы найти уединение. Поэтому я редко кого-нибудь встречаю. В пригороде люди более открытые. Но здесь, в таком большом городе, как Токио, всем абсолютно наплевать друг на друга. В городе все думают только о себе, а к остальным относятся с равнодушием. КОНЕЦ КОНЕЦ Хитоме 23 года, работает в мире ночи. Она живет в Мэнбу уже на протяжении двух месяцев. Мне не нравится быть совсем одной, но при этом мне хочется иметь собственное место. Такие вот противоречащие друг другу чувства. Но здесь, в Мэнбу, мне удалось найти баланс. У тебя есть личная кабинка, поэтому ты вроде как один. Но потолка там нет, поэтому ты чувствуешь, что рядом с тобой есть другие люди. Ты можешь их слышать. Так что я никогда не чувствую себя совсем одинокой. Мне, конечно же, хотелось бы жить одной. Но тогда бы я чувствовала слишком много уединения. А здесь я нашла этот самый баланс. Мне нравится это место. Тут я не чувствую себя изолированной. Мои родители никогда на меня особо внимания не обращали. Хотели, чтобы я просто плыла по течению. Они потратили ужасно много времени на моих сестер и братьев. Поэтому, когда мне было 16, они сказали мне, что я уже взрослая. Вот с тех пор я и начала работать. У меня очень хрупкое здоровье, поэтому я не должна была долго жить. Мне хотелось дожить до 20, но поскольку я уже достигла этой цели, я чувствую себя немного потерянной. Больше-то у меня целей нет. Я не могу найти для себя смысл жизни, поэтому предоставляю эту возможность времени. Очень странно. Но у меня нет того, что вы могли бы назвать мечтой. Я даже не знаю, где я вижу себя через год. Мне без разницы, что со мной произойдет. И мне кажется, что я даже не могу придумать себе мечту или составить какие-нибудь планы на жизнь. Просто жить для меня вполне достаточно. Моя цель – это быть позитивной и радостной. Ну и еще, наверное, я хотела бы стать настоящей массажисткой. Очень сильно хочу научиться. А что будет через год, я, честно говоря, не знаю. Но думаю, что я буду счастлива. Более или менее. Зачем я поселился здесь? Что ж, я даже не знаю. Скорее всего, я хотел освободить себя от беспокойства за ежедневную рутину. Но правда в том, что ты все равно должен взаимодействовать с другими людьми. Ты не можешь вырасти самостоятельно. Не сможешь полностью расцвести. Поэтому я даже не знаю, хочу ли я прожить всю свою жизнь, как живу сейчас. На какое-то время мэн будет очень даже неплохо. Но жить здесь всегда – это неправильно. В таком вот месте. До этого я не был доволен тем, как живу. Поэтому и пытался убежать от реальной жизни. И вот посмотрите, где я после этого очутился. Но в таких местах, как это, ты никогда не сможешь на них положиться. Поэтому я хочу выбраться отсюда. Так скоро, как только смогу. Надеюсь, мне хватит сил адаптироваться к этому новому миру. Тому, который ждет меня за этими стенами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА